Джо Байден, президент Америки, снова приравнял Путина и Хамас и сказал, что должен просто, как своим долгом, Соединенные Штаты Америки и ООН решить эти проблемы современности, потому что это долг лидерства. Тем временем Европейский Союз представил очередной пакет санкций против Российской Федерации, но насколько он будет эффективен и что он действительно даст, об этом не только будем разговаривать просто сейчас. Здравствуйте, меня зовут Ирина Узлова и со мной Мухтар Аблязов, политик, казахстанский предприниматель, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, уважаемые зрители. И Путин и Хамас борются, чтобы стереть с лица земли соседнюю демократию, об этом написал Джо Байден в колонке для «За вашу донпост». Так не каждый день президенты пишут колонки, конечно, и президенты Соединенных Штатов Америки тем более. Ну вот видим, что надо решить эту проблему, не допустить масштабироваться таким войнам и конфликтам, осудить антисемитизмы, найти выход, найти решение будущего сектора газа. И не только много заданий Байден прописал, и так больше кажется, что это, наверное, посыл на внутренний политикум и аудиторию, но и для мира тоже, наверное, сигнал. Какие вы увидели здесь сигналы, и как вы полагаете, есть у Соединенных Штатов механизмы решения проблем современности, воин современности, как в Украине, так и в Израиле? Или сейчас внутриполитические разборки, скажем так, и нюансы, они могут повлиять на оттерминование решения вот таких проблем? На самом деле, с учетом того, что Соединенные Штаты Америки имеют серьезное влияние любое на планету, я воспринимаю, что нельзя квалифицировать, что Байден что-либо сказал, и она ориентирована только, например, для внутренней публики. Это сейчас им сказанные слова имеют глобальное значение по причине того, что война Израиля с Хамасом — это не просто локальная война, это цепь событий. И на той стороне участвуют, как мы понимаем, диктаторские авторитарные страны, Хамас активно поддерживает Путин, и лидеры Хамаса встречались с Путиным. Это, по сути, продолжение вот той самой войны, которая сейчас в мире идет, просто его объем масштабируется. И поэтому Байден, он эту позицию заявляет и вынужден заявить, чтобы объявить, что Америка будет бороться и препятствовать наращиванию этого военного конфликта в масштабах уже всей планеты. Потому что там завязаны и арабские страны, и Иран, и понятно, что сейчас выжидает Китай, и в определенный момент он тоже так или иначе поддержит не Израиль, это однозначно, в первую очередь Россию. И не случайно Америка туда фактически подтянула свои значительные вооруженные силы, два авианосца и так далее. То есть, если сейчас этот момент не локализовать, не остановить, не добиться, чтобы другие страны не ввязывались в эту войну, то масштаб, скажем, военных действий может разрастись, и уже дальше его последствия будут непрогнозируемы. Поэтому в этом смысле я оцениваю, что заявление Байдена – это просто предостережение ряду стран, в первую очередь, наверное, Ирану, чтобы они не участвовали в этом военном конфликте. Услышат ли его эти страны, в частности Иран, достаточно ли вот такого словесного предупреждения, или должны какие-то шаги быть приняты, кстати, об авианосцах вспомнил тоже Байден, и не просто так, мне кажется, напомнить, что есть, кроме слов, и сила. Насколько эта сила может быть еще больше задействована, если не услышат слова? Ну, Иран уже услышал, и там слова в Иране не слышат. Они воспринимают, как все диктаторские авторитарные страны, только соответствующие силы и решительность, и готовность к действиям. И это хорошо понимает Байден именно с учетом больших интересов Америки в этом регионе, потому что взрыв в этом регионе может просто привести к серьезным последствиям экономическим. Это стремительный рост цен на нефть, потому что в этих странах рядом находится, ну, например, Саудовская Аравия, номер один поставщик в мире, нефть и так далее. То есть этот конфликт может принять такой масштабный характер, это повлияет на всю мировую экономику. И в этой связи, конечно же, ограничиваться просто словесными предупреждениями этого недостаточно, тем более Ирану. Но то, что Иран не успокоится, это очевидно. Просто война будет принимать другие формы. То есть Иран будет финансировать, какие-то другие действия будут предприниматься. Это очевидно. То есть этот конфликт будет принимать другие формы. Но, тем не менее, Си Цзиньпин съездила в Соединенные Штаты Америки впервые за 6 лет. И пандочки после этого тоже поехали в Соединенные Штаты. Но вы говорите, что Китай будет выжидать. Все равно, насколько вот это отложилось, его выжидание? Насколько сейчас все-таки мы будем видеть формат взаимодействия больше в экономическом плане и сотрудничестве? Или мы увидели слишком много позитива там, где его нет? Как вы оцениваете те договоренности, которые, как вы полагаете, были достигнуты между Си Цзиньпинем и Джо Байденом? Вот сейчас ситуация в мире, она привела к тому, что происходит, скажем, поляризация, я бы даже сказал, некое обнажение вот тех глубинных процессов, которые можно было замазать дипломатическими фразами, словами и так далее. На самом деле Китай действительно находится на противоположном полюсе. И поездка Си Цзиньпиня в Америку это просто еще раз дополнительно отразило. Да, безусловно, прозвучали всякие дипломатические слова о том, что произошла впервые за шесть лет личная встреча. Яковы военные будут теперь сотрудничать. Ну давайте посмотрим на итоги, на финиш. А финиш был таков, что еще в Си Цзинь только в самолете летел, как в догонку Байден сказал ему, что китайский президент диктатор. И пока в воздухе летел еще в Си Цзинь, китайский министерство иностранных дел сделало очень резкое заявление, которое я даже не припомню когда-либо, чтобы такого уровня были. Они даже носили, я бы сказал, даже личный характер. Когда МИД заявил, что заявление Байдена носит безответственный характер. То есть фактически, ну это очевидно, что соответствующую установку, чтобы такое заявление было сделано прямо из самолета, пока летел Си Цзинь. Вот это все отражает остроту и напряженность взаимоотношений между США и Америкой. А все остальное это просто, скажем, флеры, фон, который пытается дипломатическими всякими реверансами прикрыть реальность. Реальность такова, что ничего не изменится более того, что стороны будут двигаться, наверное, сейчас еще более энергично, как противоборствующие стороны. Что это значит? Это значит, Китай будет активно помогать России. Сейчас уже ось зла, она достаточно ясно оформилась. Единственное, когда говорят об ось зла, иметь в виду, что три основных союзника — это Китай, Россия и Иран. Но не говорится о странах-вассалах. Это страны Центрально-Азиатского государства. Это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркмения. Плюс Беларусь и плюс Северная Корея. Вот таким образом ось зла сейчас будет интенсивно работать до тех пор, пока не наступит победа одной из сторон или убедительные какие-то действия не будут сделаны, когда ось зла или распадется, или она просто отступит назад. Вот сейчас к этому все и идет. Представьте себе, президент США только завершил встречу. Если бы она была положительная, реально положительная, то это опытный политик Байден с гигантским политическим опытом, чтобы он не успел еще улететь, что называется. Вдогонку сказать, что президент Китая диктатор, это значит, что он был просто, скажем, раздосадован. Я бы даже так сказал, что разозлен этой встречей, когда он не достиг предполагаемых каких-то результатов. Ну, опять же, это было заведомо ясно. Обычно это на берегу стороны фиксирует, стороны прорабатывает разные ведомства и затем озвучивает официальную какую-то позицию. Вот, собственно, и вот она позиция озвучилась. Одна сторона сказала, что китайский президент диктатора, другие сказали, что это безответственное заявление. То есть полюса разъехались. Но многие все-таки сходятся в мысли на том, что это больше была Джо Байдена личная такая оценка, потому что лицо Энтони Блинкина, госсекретаря Соединенных Штатов Америки, сидящего рядом, было более чем изумлено. И вот так тоже понимание того, что сказано, это было немного не к месту, присутствовало. Возможно, это просто все-таки от Джо Байдена прозвучала такая личная оценка и не более, и все-таки чего-то удалось достигнуть. Потому что многие наши эксперты сходятся на мнении, что конфронтацию прямую, по крайней мере, удалось отложить года это до 2027, если не дальше. Ну, прямая конфронтация, никто не может сказать, могла она произойти в 2024 или 2025, что и отложили. Это много факторов, и по поведению Китая видно, что Китай не готов организовывать прямое нападение на Тайвань. И поэтому все эти умозрительные предсказания, 2025, 2027 или еще дальше, они носят просто такой, скажем, неаргументированный серьезный характер. Если бы точно был разведданный известен, вот как было известно, когда нападет Россия на Украину, тогда да, таких данных нет ни у кого. Поэтому это просто умозрительное утверждение. Что касается заявления Байдена, он очень опытный политик, он всю жизнь занимается политикой. И такого рода эмоциональные высказывания, которые будут иметь последствия, он бы не допустил. Более того, но если бы были какие-то положительные результаты по итогам встречи, Сипинь просто бы перетерпел, бы сказал, ну хорошо, старик немножко был эмоционален, перетерпим. Китайцы умеют терпеть, он же этого не сделал, они сразу сделали резкое заявление, что это безответственные слова Байдена. Это вот сразу видно, на самом деле, если все эти слова убрать, челуху, вот она реальность. Но тем не менее, эти слова звучали от представителя Министерства иностранных дел Мао Нин, а сам Си Цзиньпинь по результатам встречи, да, пусть и до этих слов, сказал, что мир большой, мира хватит для двоих. И весьма позитивно оценил достигнутые в ходе разговоров, в ходе переговоров результаты, или, по крайней мере, сам разговор, так уж точно. Или это просто, вот как вы говорите, такая словесная шелуха, но зачем такое говорить? Он же тоже не просто спикер, не просто более чем опытный политик, просто немного, мягко говоря, с другим стилем правления. Но стиль для этих стран, где закон не работает, их все слова ничего не стоит. Как, собственно, Путин заявлял, что не будет никакого нападения на Украину многократно, его слово ничего не стоит. И договора, которые подписывает авторитарно-диктаторская страна. Если страна не исполняет закон внутри страны, то и международный тем более не будет исполнять. Это относится и к Китаю. Китай все время так делает, и это идентичные режимы. И вот то, что сейчас Северная Корея поставила минимум миллион снарядов за один месяц, опять же, ясно, что за спиной стоит Китай. Это вассальное государство Китая, Северная Корея. Поэтому, да, звучат слова, что Китай за нейтралитет, за то, чтобы побыстрее война завершилась мирным путем, что Китай считает, что Украина должна быть в пределах той территории, которая подписана или принята как членами ООН. Но в реальности мы же знаем, что Китай поставляет различные оборудования, военную технику. Более того, Китай сейчас главный спонсор войны России против Украины. Покупает наибольшее количество нефти и нефтепродуктов. А раз у России есть деньги, то она может финансировать войну. Поставляет различные комплектующие, товары и так далее. Товарооборот на октябре. По итогам октябрю уже почти 200 миллиардов долларов достигло. А Путин вообще говорил, что они ожидают, что по итогам этого года будет 200 миллиардов долларов. Теперь все эксперты видят, что оборот будет минимум 230 миллиардов долларов. Было 190 миллиардов в прошлом году. Вот она реальность. С кем растет товарооборот в России? В условии, когда сжимается экономика и давление со стороны Запада идет. С Китаем. Главный спонсор. Поэтому все эти слова, это просто, они ничего не стоят. Но ведь товарооборот с Соединенными Штатами Америки у Китая больше практически в 4 раза. Он более 70 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь. Товарооборот нет. Там не то, что больше 70 миллиардов. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, был где-то в районе триллиона. 750, ну так разные. 750-800 тысяч миллиардов, говорят наши эксперты. Ну, возможно, да. Ну, так это или это не показатель? Знаете как? Так, именно поэтому Китай действует непрямо. Во всяком случае, сейчас может себе Китай позволить действовать непрямо, через Северную Корею, прикрываясь, через территорию Казахстана, осуществлять транзитные поставки через территорию Казахстана, не регистрируя товар, пересек границу. Пока так. Но, на самом деле, надо иметь в виду, доля мировой торговли Китая около 20%, поэтому там взаимозависимость и Соединенных Штатов, и Европы с Китаем достаточно высокая. Здесь так, чтобы взять и обрубить, не получится. С Китаем все сложнее. Да и Тайвань. Никогда же это не перестанет быть камнем преткновения. И хоть публично Байден говорит, что он за политику Единого Китая, но Тайвань нужен и для, понятно, проявления своего авторитета амбиций, да и микрочипы, электроника, и не только калиш. То есть этот вопрос никогда не останется закрытым, как мне кажется, между Вашингтоном и Пекином. Ну, смотрите, Америка, в частности, устами Байдена заявляет, что да, они не признают независимость, по сути, Тайваня. Но при этом, когда Сипин говорит, ну вы не поставляете туда оружие, он говорит, об оружии мы будем поставлять. То есть реальность она такова, правильно? Понятно здесь. И все-таки, как думаете, Кремль просто и не проиграл, и не выиграл от этой встречи, и не столько там все-таки этот вопрос России и обсуждался, учитывая перспективность неизменности позиций Китая касательно Москвы? Кремль здесь ни в чем не проиграл. Как я вначале сказал, Сипин просто лицом к лицу встретился с Байденом, пожали руки и, по сути, обозначили свои позиции, что Китай там, где иране, и Америка тоже. Поэтому ничего не поменялось абсолютно. Понятно здесь. Хорошо. Все-таки, как вы думаете, насколько сильно будет сейчас и в каких проявлениях идти борьба за влияние в Тихоокеанском регионе? Или вот пока немножко ничего не поменялось и публичных проявлений мы не увидим, как и прежде? Знаете, на самом деле сейчас вот переломный момент, и это отражается вот в той войне, которая сейчас происходит в Украине. Если сейчас Запад стоит на перепуте, на самом деле, если Запад будет все время маневрировать, гнуться, не занимать четкую позицию, а сейчас так происходит, опасаясь ядерной угрозы, которая на самом деле, ну она всегда была, и не важно, как ядерная или другая, Америка и Запад только тогда, когда проявляли решительность, они тогда и выигрывали. Сейчас Запад колеблется. Если это колебание, вот на примере даже Украины, будет продолжаться, кстати говоря, на Ближнем Востоке там Америка проявляет больше решительности. Так вот, если это колебание будет продолжаться, то на самом деле позиции Китая в мире и России усилятся. Вот сейчас это такая сейчас точка, на которой все будет видно. Если ближайшие полгода все-таки Америка и Запад будут активно помогать Украине, финансировать, поддерживать, при том не в прежних объемах, потому что этих прежних объемов уже недостаточно. Нужно более высокотехнологичное оружие и так далее. Если такие решения будут приняты, независимо от потенциального военного столкновения с Путиным, то и позиция Китая существенно изменится. Вот сейчас это будет понятно, ближайшие полгода. Будут ли приняты эти решения, от чего это будет зависеть? Как побороть этот страх ядерной эскалации? Как последние какие-то барьеры снять для того, чтобы действительно интенсифицировать помощь, что надо было сделать уже просто позавчера, а не даже вчера? Ну, знаете, Запад эти решения все равно примет. Примет, когда уже будет, знаете, очень плохо. И будет выходить из ситуации, ну, приблизительно, если взять Вторую мировую войну, когда ключевые страны Англии и Франции, по сути дела, занимали вот такую гибкую, так называемую, кавычки, позицию, и Гитлер проглотил практически почти всю Европу. Это каждый раз Гитлер усиливался, Германия усиливалась, проглотила там Чехию, Австрию. И только тогда, когда Германия напала на Польшу, Франция и Англия объявили войну. Правда, через буквально менее чем через год Франция тоже была повержена. То есть, конечно, история должна научить. Мы должны понимать определенную специфику политических устройств этих стран. Я убежден, что когда ситуация существенным образом ухудшится, ну, например, мы этого, конечно, никто не хотим. Это очень плохо. Ну, например, условно, Украина начнет отступать и нести тяжелые потери, тогда, соответственно, какие-то события усилятся в других регионах мира негативные. И тогда и Америка, и Запад поймут, что ситуация уходит из-под контроля, и они будут вынуждены, вынуждены усиливать поддержку. К сожалению, вот я только пока так вижу. То есть нужно наступить, чтобы наступили какие-то плохие события, чтобы и Америка, и Запад проявили решительность. Сейчас, к сожалению, вот ситуация не очень хорошая в этом смысле. Они еще не приняли этого решения, и Путин усилит свои позиции, проводит испытания ракеты, которые способны носить ядерные боеголовки. Вышел различных договоров, которые предполагают, что он будет проводить подземные ядерные испытания. Он демонстрирует решительность, Запад колеблется. Вот, к сожалению, только тогда, когда наступит существенное ухудшение, наверное, Запад примет решительные действия. Но, на самом деле, сейчас же эти все ситуации несложно, скажем так, просчитывать, моделировать. И в Америке и Европе много очень сильных аналитиков и политиков, которые все это могут вперед смотреть и предсказывать, и предлагать быстрые решения. Собственно, сейчас я считаю, что ситуация 50 на 50. Очень многое зависит от Украины. Сейчас эта война, по сути, приняла глобальный характер. Поэтому страны, которые участвуют в этой войне, в этих глобальных процессах, должны перестроиться, принимать какие-то глобальные решения, перестраивать свой политический аппарат людей. Если в таком формате Украина перестроит, а мы сейчас будем говорить, я так понял, о санкции, я хотел бы сказать следующее, что в Украине нужно войти в число инициаторов всех этих процессов, предугадывать. Это, на самом деле, несложно. Мы все видим, и Украина все это видит. Не случайно заявление Зеленского о том, что если Украина проиграет, то завтра Путин придет, дальше будет двигаться. И на Балкан, и вот он буквально недавно сказал, что Путин будет разжигать, не только двигаться, и, как вы говорите, Мухтар, дальше поджигать по миру. Есть ресурсы, есть возможности, желания, главное. Ваше политическое руководство все это видит. И в мире тоже. Просто нужно их структурировать. Нужно сделать убедительными. Моделировать, показывать. То есть квалифицированная команда людей должна интегрироваться в европейские структуры, в еврокомиссию, в европейский парламент, в госдепартамент США, военные. И вот это все, когда работа будет сделана, я уверен, что прозрение наступит быстро. Ну, я вот просто, извините, приведу простой пример. Когда Украина длительное время делала ошибку, я имею в виду политическое руководство, когда оценка была Казахстана как некого друга, сейчас позиция, я понимаю, поменялась. Но, к сожалению, инерция работает так, что теперь эта линия уже в Западе все еще там бродит. И журналисты пишут, что якобы Казахстан классно маневрирует, сидит на двух стульях, умудряется и с Путиным дружить, и экономику сохранить, и независимость, и так далее. Это последствия, скажем, вот той ошибочной оценки роли Казахстана. Вот теперь Украина поменяла позицию. В данном случае, я думаю, что если политическое руководство Украины ускоренно действительно займется тем, что будет убеждать своих западных союзников, что угроза реальная приведет к серьезной аргументу, очень серьезной, они есть, то вот это прозрение Запада будет быстрее. Я так понимаю, что к прозрению еще не пришли до момента принятия и представления проекта санкций очередного 12-го, ждали, долго там немножко даже откладывали, когда его представят, но представили. И если правильно понимаю я, то это не прорыв, не фурор и не сильно чем-то поможет, ибо тот же Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты, и не только лишь, и в вопросе алмазов, и в вопросе торговли, и покупки нефти помогут дальше обходить России вот этот очередной пакет. Действительно ли это так? Насколько много там еще каких-то вот таких непонятных дырок, которые не позволят действовать этому пакету, как и предыдущим 11? Ну уже немало, конечно. Что же оно никак не поедет? Смотрите, 12 пакет санкций, если его посмотреть в масштаб, он рассчитан на 5,3 миллиарда евро. Что такое 5,3 миллиарда евро? Из них около 4 миллиардов – это российские алмазы. И оставшиеся суммы – это ограничения поставок различных технологических оборудований и так далее. То есть на самом деле это значительный час. Основной – это российские так называемые алмазы. Если посмотреть на структуру, каким образом Евросоюз хочет ввести санкции, выясняется, что речь идет о поставках, по сути дела, технических алмазов. 90% алмазов в мире, огранку их делает Индия. И на самом деле эти так называемые санкции уже запоздали. Почему запоздали? Потому что если еще в 1922 году, когда началась война, доля на торговле «Анферкеню» в Бельгии российских алмазов была порядка 25%, после того, как началась война и американцы, между прочим, эти санкции ввели против алмазной отрасли России, доля их упала с 25% до 5%. То есть Россия уже готова сейчас, чтобы эти санкции были применены. Более того, эти алмазы технические, так называемые, не ограненные, они поступают в Индию, они проходят огранку и получают сертификат происхождения Индия. И поэтому эти санкции вообще бесполезны. Ну и не говоря о том, что эти алмазы могут двигаться и в Индию, в Китай, в Объединенные Арабские Эмираты, они уже по своему смыслу бесполезны. Более того, только с марта будущего года до сентября Евросоюз хочет ввести систему контроля будущим ограненных, скажем, бриллиантов, которым могут подвергнуться санкциям. Это еще им нужно вырвать механизм. То есть это бесполезно, во-первых. Ну ясно, что там тысячи способов, как обойти. Ну, например, я хочу, чтобы показать масштаб того, что делает сейчас Европа. Я, извините, может, резко скажу, это как гоняться за мышами. В сентябре месяце Россия продала, продала, выручка была от нефтегазов, не нефтегазов, а именно нефтепродуктов, порядка 19 миллиардов долларов. Сейчас речь идет о попытке ограничить торговлю алмазов, годовой выручке, которая всего лишь около 4 миллиардов. То есть за месяц нефтяной сектор приносит России доходы в 5 раз больше, чем за год вся алмазная отрасль. Общеизвестно, что основные доходы российского бюджета формируются за счет нефтегазовой деятельности. То есть то, что дает России деньги и дает возможность финансировать войну, организовывать войну. А опять же общеизвестно, что нефтегазовая отрасль процветает в России. Европа вот сейчас говорит о том, чтобы вести более жесткий контроль по потолку церкви на нефть. Раньше было установлено ограничение, что кто 60 долларов за баррель не имеет права якобы покупать эту нефть. Объективно уже дали оценку, что российская нефть и нефтепродукты продавались минимум за 80 долларов за баррель. То это заниженная оценка. То есть там идет цена за нефть 60 долларов, и Россия подставляет свои страховые компании. Затем они купили большое количество танкеров. И вот эту разницу оформляют как оплата за грузоперевозки. Поэтому попытка сейчас зажать страховые компании бесполезна, потому что там в основном страхуют российские компании. Или транспортные компании требуют, чтобы они, скажем, показывали свои доходы от получения за транспорт. Это не имеет никакого смысла. То есть попытка, вот сейчас 12 пакет санкций, это алмазы, вести жесткий контроль за потолком санкций, это не сработает. То есть все, что сейчас звучит в 12 пакете санкций, это бесполезно. Ясно, что когда приняты были такие полномасштабные санкции, нужно добиваться, чтобы они работали. Именно по нефти в частности. А Европа и Запад сейчас бьют по мышам. Когда вот она сверху лежит большое, а там не бьется. И я, к сожалению, могу констатировать, что это в большей степени недоработка не Запада, Украины. Я работаю как эксперт по многим видам санкций, поясняю и так далее. Я хорошо знаю, кто занимается санкциями, как это работает. Украинцев там нет. То есть Украина, политическую руководство страны, не выстроила компетенцию, которая бы работала в Европе, на Западе, одним словом, и четко показывала, где можно бить и как нужно бить. Это вообще несложно. Вот взять алмазную отрасль, я ее проанализировал за один день. Она просто бесполезная. Понимаете, уже сейчас все средства массовой информации показывают бесполезность этих санкций. Украинцев там не было. А должна была быть украинская компетенция сказать, что это вы делаете бесполезную работу. Вот куда нужно бить в нефть. Каким образом бить? Это неделя работы. Я вас заверяю, там ничего сложного нет. Нет украинской экспертизы. Что делает Украина? Украина ждет деньги от Запада, ждет оружие от Запада. А на самом деле это же оружие или военный бюджет финансируется деньгами. Вот куда нужно бить. Бить по экономике. Сейчас военный бюджет Украины около 40 миллиардов долларов. Это еще нужно получить, эти деньги и поддержку от Запада. У России сейчас, смотрите, они официально показали 112 миллиардов долларов, и 30% бюджета было спрятано. Раскрыли вот недавно. Всего лишь 3% бюджета раскрыли, и выяснилось, там 13 миллиардов было. И выяснилось, из них 8 миллиардов добавилось к 112, стало уже 120 миллиардов. Это всего 3%, 30% бюджета, который был не раскрыт. То есть по всем оценкам видно, что российский военный бюджет минимум 150 миллиардов долларов. А с учетом того, что там много техники, снарядов 80-х годов и так далее, то есть там даже 150 миллиардов, это, наверное, не та цифра, о которой нужно говорить. А украинский бюджет, на эти деньги, по сути дела, на эти средства покупается, ну, неважно, что бесплатно, но тем не менее, отражается в отчете покупка американской техники или западной, которым несколько раз дороже, чем техника России. То есть реально военный бюджет России минимум в 10 раз больше, чем у Украины. Это о чем говорит? Это говорит о том, что украинское политическое руководство в первых рядах должно находиться в санкционной группе, бить по самым слабым местам. Это нефтегазовые отрасли, а не алмазы. Понимаете, и там таких, как вы все время говорили, тысячу порезов. Там десятки тысяч порезов можно делать только в основном экспертной группой Украины, вы получаете сверху, ракеты на вас сыпятся, убивают ваших людей. На переднем фронте, в санкционном списке, люди, которые работают, эксперты, специалисты должны быть украинцы. Они должны убеждать. То же самое, когда я сейчас говорю, что если разворот Запада должен быть на решительность, это возможно только тогда, когда Украина сама будет убеждать, показывать последствия. К сожалению, я этого не вижу. Да, усиливать надо. Мы тут тоже соглашаемся и с нашими экспертами обсуждаем, что дипломатический фронт в разных его спектрах и аспектах надо усиливать и работать уже точечно, прицельно и целесообразно сразу. Мухтар, спасибо и вам за эти советы и за объяснение, и за то, что время для нас находите. До новых встреч. Кстати, Ирина, я хотел бы здесь добавить. Да, да, пожалуйста. Мы сейчас все заинтересованы, чтобы Украина не просто победила. Во-первых, мы должны понять, что значит победила. Это первое. Потому что даже, скажем, формула победы, она не сформулирована правильно. Я сейчас поясню, что я имею в виду. А второе, когда генерал Залужный говорил о неком порухе, здесь тоже надо понимать, а где этот порух взять. Я в качестве примера хотел бы привести ситуацию, когда в 1939 году в ноябре Советский Союз напал на Финляндию. Я просто хочу вам показать соотношение. И, конечно же, если вот посмотрите население на тот момент Финляндии, в маленькой Финляндии имело население всего 3,7 миллиона человек. В Советский Союз минимум 170 миллионов человек. То есть там преимущество было от населения 50-кратное. Не пятикратное, как нынешняя Россия и Украина, или 4-кратное. 50-кратное. В тот момент все вооруженные силы Советского Союза, мы так должны считать, составляли порядка 2 миллиона человек. Теперь, когда война началась, полностью отмобилизованная Финляндия, полностью 265 тысяч человек было. Это сопоставимая армия с Украиной, фактически. 265 тысяч человек при населении 3,7 миллиона. У них было всего 30 танков. И вот такая армада Советского Союза, когда пошла, хотя официальные данные, что якобы погибло 127 тысяч человек, и ранено было несколько сот тысяч человек, полмиллиона, я изучал разные данные, и общие потери вместе погибших. Погибших было почти полмиллиона, раненых около полмиллиона, почти миллион человек. Это все произошло за какие-то 3 месяца. Видите, страна, которая имела численность, почти 50 раз меньше России, не имела, по сути дела, армии, отмобилизовалась, это фактически 8%, если от 3 и 7 миллионов посчитать, сколько получается? Ну, порядка 8% мобилизации населения. 8% от украинского населения 40 миллионов. Ну, у вас меньше, конечно, но тем не менее. Это порядка 3 миллионов. Понимаете, каким образом Финляндия воевала? При том всем, что у них не было практически самолетов. И вот здесь я важный момент хотел бы отметить. Через 3 месяца Сталин был вынужден пойти на мировое соглашение. Вынужден. То есть его не уговаривали, он был вынужден. Почему? Потому что Англия начала поставки самолетов, добровольцы. Франция заявила, что готова отправить 50-тысячный контингент и поставка 100 самолетов. Добровольцев со всего мира было 12 тысяч человек. То есть было оказано настолько мощное сопротивление, что Сталин был вынужден пойти на мирные переговоры. Вот этот масштаб, как в Финляндии организовалось. Вот таким образом, если Украина организуется, мы сейчас видим везде на самом деле дырки. Это вот я говорил с санкционной политики, это и в прямом столкновении, и в политическом устройстве. Я хотел бы сказать следующее. Для того, чтобы Украина сейчас, уже все говорят, что это будет затяжная война, нужны новые силы, чтобы влились на все уровни власти, в том числе и вооруженные силы, в том числе и политическую систему. А вам нужны политические реформы, чтобы новые люди пришли и принимали профессиональные решения, в том числе и в санкциях, в том числе и взаимоотношениях со странами, союзниками, полной интеграции. Я вынужден это повторить, потому что мы ищем рецепт. А что же делать? А именно это даст приток новых сил. Я с большой тревогой наблюдаю, как сейчас у вас, скажем, определенная разбалансировка страны происходит. Когда западные части Украины или вообще в принципе ставят во главу угла, когда враг нападает, стоит речь о сохранении государственности, когда идут дискуссии по языку, раз, когда фактически идет политическое преследование, когда отсутствуют политические партии, когда говорится, что в Украине полностью демократический государство, к сожалению, я должен сказать, что большой вопрос. Вопрос дискуссионный, конечно, да, но во всяком случае уж лучше, чем у соседей, не только лишь. Это безусловно лучше, но не как в Европе. То есть вот нужна такая перестройка быстрой в условиях войны, понимаете? И вот это будет ресурс. Я хочу вот просто в жизни, например. Вы же знаете, один человек, может, умелый, может побить и троих, пятерых и шестерых, если он подготовлен и так далее. Вот Украина сейчас как раз в такой ситуации, это продемонстрировали финны. Если Украина будет умелая, и как в жизни будет бить Россию просто так. А для того, чтобы умелая была, нужны навыки в разной сфере, политической, военной и так далее. Это все возможно, когда народ будет активно в этом участвовать. В политической жизни, свободой, новые кадры вольются, понимаете? И критиковать надо. Надо критиковать, чтобы показывать слабые места, не бояться, что критики якобы ослабят настроение людей и все прочее. Вот этого у вас, к сожалению, не хватает. Нужно быстро перестраивать политическую систему. Спасибо за советы, Мухтар. Спасибо вам большое за объективный, как всегда, анализ. До новых встреч. Спасибо. Мухтар Аблязов, казахстанский политик и предприниматель. У нас всегда с ним честные разговоры. Как вы видите, знаете, друзья. Спасибо, что слушаете, делаете свои выводы, оставляете свои комментарии и лайк свой. Не пожалеете, пожалуйста, чтобы как можно больше людей наш разговор услышали, увидели. Сейчас YouTube, так смотрим, не сильно пропускает видео. Поэтому помогите нам. Добавляйте, пожалуйста, свои лайки и отзывы. И приходите к нам еще. Ирина Узлова для вас работала. Увидимся и победим. Продолжение следует...